Здравствуйте! На телеканале ЖТСУ итоговый выпуск новостей в студии Асим Кощегулова. И в начале выпуска коротко о главном. На высоте на 92 метра ввысь устремился 25-метровый государственный флаг в Талдукургане в канун дня государственных символов. Волнительный момент. Максимальный результат талдукурганских школьников в первый день ЕНТ составил 118 баллов. Три золота по итогам первого дня чемпионата Республики Казахстан по тяжелой атлетике в копилке спортсменов Алматинской области. Особым событием ознаменовался в Талдукургане канун дня государственных символов. Торжественно был открыт флагшток в парке Жастар. Его размеры впечатляющие и глубоко символичные, олицетворяют главные даты становления государства. Стоит отметить, что флагшток в Талдукургане отныне второй по масштабности после главного в Астане. Дал старт торжественному поднятию государственного флага Аким области Амандык Баталов. Без преувеличения историческим стал нынешний день госсимволов для Алматинской области. Стать участниками грандиозного события собрались сотни горожан. Не просто отдать дань уважения атрибутам государственности, а своими глазами увидеть, как на житой суйской земле зарождается новый символ. Высокопатриотичный и уникальный в своем роде. Отныне в областном центре есть флагшток второй в стране по размерам полотна и высоте стелы. Сегодня флаг нашего государства для всех нас и для всего мира является символом просветающего государства, единства, сплоченности его народа. Президент страны, лидер нации Нурсултанович Назарбаев отмечает, что государственные символы – это один из незыблемых основ нашего суверенитета. Они выражают священный объединяющий образ независимости. Так пусть гордо реет наш флаг в безоблачном небе, и пусть всегда процветает наша родина, республика Казахстан. Новый флагшток в парке Жастар поражает масштабностью. Его высота – 92 метра по числу года, когда голубой стяг с золотым солнцем стал главным символом независимого Казахстана. В честь главной даты страны и длина флага – в 25 метров. Словом, в самой конструкции отражение глубокого патриотического смысла. Большое будущее великой страны – сквозь славное прошлое на заре становления казахстанской государственности. Это настолько красиво, настолько величаво. И знаете, гордость, она действительно у нас казахстанцев, у нас талдыкурганцев именно за наш флаг. Именно за то, что у нас такая стелла стоит. У нас подняли самый большой флаг. Я видела такое только в Астане. И сегодня мне хотелось бы показать и своим детям, и внукам. Мы уже с гордостью можем говорить о том, что Казахстан состоялся. И казахстанцы – это, наверное, самые счастливые жители на земле. Потому что у нас царит мир, спокойствие, благосостояние, благополучие. Наши предки мечтали, чтобы быть независимым государством. Сейчас мы 25-летие празднуем. Наши флаг подняли для радости народа, наши будущие поколения, чтобы они жили хорошо, независимо. За торжественным поднятием флага следил каждый, не скрывая рождающихся в душе высоких патриотических чувств. Голубой флаг, реющий на фоне безоблачного неба, словно символ единства многонационального казахстанского народа, его гордость и истинная ценность. И этот огромный стяг, это такой патриотический акт своего рода, что в областном центре Алматинской области появился вот такой символ, на который будут гордясь смотреть и ветераны, и молодое поколение. По-моему, это в год 25-летия независимости очень символический акт. Сохранить внутри страны дух патриотизма и единства, это очень важно. И то, что сегодня в Талдыкургане происходит такое событие, на мой взгляд, это не достопримечательность, это символ. Это символ эпохи, символ перемен, что мы гораздо сильнее становимся, когда вместе, когда у нас есть ценность незыблемая, ценность неуходящая, ценность, которая не зависит ни от какой моды и конъюнктуры. Ценность – это единство народа, это крепкое государство, и все это нужно делать для того, чтобы у нас было будущее. В том, что флагшток станет новым узнаваемым брендом Алматинской области, уже сомневаться не приходится. Его видно задолго до въезда в областной центр. Величественно украшает флагшток и обновленный парк Жастар. От ныне места проведения всех значимых событий края, так и в преддверии Дня госсимволов. Парк заполнили яркие цвета, праздничные символики и патриотические номера, пробуждающие в сердцах людей гордость за свою страну. Парк заполнили яркие цвета, праздничные символики и патриотические номера, пробуждающие в сердцах людей гордость за нашу страну, за наш народ. Гордость, в первую очередь, это гордость за наше государство. Это новая мечта для жизни наших людей. Мы были волнованы и гордостью смотрели, что вот на такое мероприятие присутствовали, потому что это чувство неописуемое. Это чувство настоящих патриотов, я думаю, почувствовали все здесь в Казахстане, здесь в нашей городе, области. Когда поднимали флаг, у меня мурашки по коже были, потому что этот флаг будет привлекать внимание и всех горожан, и всех гостей нашего города. Это очень грандиозно. Парк Жастар уже стал излюбленным местом отдыха горожан и уникальным украшением областного центра. Он словно символ обновления привнес в жизнь Талткургана новую струю развития. Тому наглядное подтверждение и новый флагшток, реющий над городом стяг, как символ процветания, станет новой гордостью Талткургана и главной достопримечательностью всей Алматинской области. Энтель Хамин, Кажеслан Ченгинжинов, Абзал Нусипов и Кайрат Кастурганов. Телекомпания ЖТСУ. Талткурган. ЕНТ стартовала сегодня в Талткургане. В одном из самых крупных пунктов сдачи единого национального тестирования в ЖТСУском государственном университете экзамен сдали выпускники 8 школ Талткургана и Искельдинского района. Напомним, в Алматинской области в этом году ЕНТ сдадут 13,5 тысяч выпускников. Волнительное пятничное утро у СНЖГУ объединило 461 выпускника. Одни еще издевают с просонья, другие слушают наставления учителей, ну а третьи уверенно шагают на главный экзамен жизни. Убрать все лишнее, это шпаргалки и мобильные телефоны, и оставить лишь удостоверение и пропуск. Главное требование строгой комиссии. Полагаться сегодня ребятам придется только на свои знания. Волнение и тревогу испытывают все без исключения. И тем не менее, ребята уверены, что обязательно сдадут предстоящий экзамен. Долгожданный экзамен. Я думаю, что мы сегодня все справимся. Я рассчитываю на 90 баллов. Готовились, конечно, усиленно. Весь год, ну и с 10 класса нас начинали готовить. Но думаем, что все хорошо сдадим. Желаю всем удачи. Здесь, конечно, мандраж, потому что такое, наверное, бывает единственный раз в жизни. Ну, я на ЕНТ выбрала биологию, потому что планировала идти в медицинский. Сейчас не знаю, смотря сколько баллов наберу. На пробных экзаменах я набирала 90-100 баллов. Ну, сегодня, надеюсь, что не буду волноваться. И перейду порог, я постараюсь сегодня. Рассчитываю на себя очень хорошо. Баллов 80 точно мои. Я в себе уверена. Я не переживаю вообще и советую никому не переживать. Потому что, ну, сдадим, всех сдадим. Всем удачи желаю. Ровно в 9 часов утра стартовал государственный экзамен. Однако до его начала в присутствии самих выпускников и членов комиссии в каждой аудитории распечатали тестовые бланки. Все вопросы относятся к категории государственных секретов. Ровно три часа времени отвели ребятам для сдачи экзамена. Ответить необходимо на 125 вопросов по пяти предметам. За процессом следили представители министерства. Присутствует 11 человек, представители министерства образования Республики Казахстан и члены государственной комиссии. По университету три потока у нас будет. Третьего, пятого и седьмого. В численности где-то полтора тысяч абутурентов должны за три дня пройти ЕНТ. В Палматинской области работают 15 пунктов сдачи ЕНТ. До 7 июня тестирования в них пройдут свыше 9 тысяч выпускников региона. 13,5 тысячи заканчивает, 9-300 идут на ЕНТ. Из них 364 у нас претендента на Аутенбельге. Второй день, апелляционный день. Любой ребенок может на следующий день подать на апелляцию. Если ребенок не набрал порог, то он имеет право во второй раз сдать, получить пороговую оценку, но он не имеет права участвовать в государственном гарантии. Правильные ответы вывесили к пяти часам вечера. Впрочем, узнать результаты ЕНТ выпускники могли и по интернету с помощью ИИН. Тем временем промежуточные итоги подвели и члены экзаменационной комиссии. Наивысший балл, 125 правильных ответов, никто таки не смог набрать. Максимальный результат 118. Однако 18 ребят не смогли пройти даже пороговый уровень. 75,9 баллов средний балл составляет. Удалений не было, нештабных ситуаций не было. Для ребят были созданы хорошие условия. Я думаю, что все были сегодня довольны. Аутенбельге. Сейчас мы реально знаем, что несколько человек подтвердили. 5 числа будет второй день, вернее, экзаменов. Потом 7-го. И итоги уже будут подведены позже. С учетом апелляции, это 8-го, наверное, будут результаты. К слову, в республике в этом году в традиционном формате ЕНТ проводится в последний раз. Со следующего года сдавать тесты будут лишь те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. Лаура Байбачанова, Тимур Байбусынов, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. В Алматинской области к своей работе приступила информационная группа по разъяснению норм нового земельного законодательства. В нее вошли руководители областного управления земельных отношений, Национальной палаты предпринимателей и специалисты других госучреждений. Рабочая группа уже успела провести десятки встреч с населением. Сегодня ее представители встретились с главами крестьянских хозяйств Кирбулакского района. Диалог получился конструктивным. Фермеры получили ответы на все волнующие вопросы. Предложения взяты на заметку. Все нюансы нового земельного кодекса будут доведены до каждого сельчанина. Подобные встречи теперь пройдут и в других регионах области. Желающие также могут адресовать свои спорные вопросы представителям нацкомпании, созданной в рамках земельной реформы, обратившись в колл-центр. К слову, с прошлого года в Кирбулакском районе государству было возвращено более 18 тысяч гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. В рамках конкурса «Сельхозугодия» вновь были впущены обороты. Ревизия земельных участков в регионе продолжается. Сейчас ведется масштабная работа по разъяснению всех изменений законодательства именно в земельном законодательстве. Сейчас это вызвало, наверное, очень такой масштабный резонанс. И по инициации Акимата области и вот Национальная палата мы совместно решили провести такую акцию, доехать до каждого района, собрать всех, кого интересуют эти вопросы, какие есть пожелания, какие есть предложения и довести до руководства и, конечно, по земельной комиссии созданную специальную всю эту информацию, как дал задание президент о том, что необходимо выработать такой закон, который был бы применим, удобен для всех и чтобы он работал во благо. Недавнюю рейд сотрудников Управления транспортного контроля и автомобильных дорог Алматинской области выявил немало проблем в сфере пассажироперевозок. Наряду с этим отметили они образцовое предприятие, автопарк которого в нынешнем году пополнился 10 новыми автобусами для удобства и безопасности пассажиров пути междугороднего следования. Каскеленский автопарк единственный в Алматинской области, сохранивший всю транспортную сеть. На сегодня предприятие-перевозчик обслуживает более 40 маршрутов по Карасайскому району и городу Каскелен. Наряду с ними есть и междугородние линии по республике. Но хороший доход приносят в основном только два маршрута по Алматы. И то происходит это, по словам директора Каскеленского автопарка, благодаря субсидиям, которые предоставляет Акимат Мегаполиса. Такая поддержка крайне необходима автопаркам, обслуживающим города и районные центры, считает Еспай Ашимбаев. Много категорий, которые 5-7, которые мы в настоящее время возим бесплатно. В городе у меня всего два маршрута, это 78-й и 23-й. Нам выделили на год 19,5 миллионов тенге. Это они компенсируют вот эти вот льготников. И точно так же хотелось бы, чтобы область в этом вопросе занимала такую же позицию. Ответственность за безопасность пассажиров и точность графика движения по маршруту – главные требования к водителям, выезжающим на линии. С них спрос особый. Ежедневные медосмотры перед выездом здесь обязательны. Тщательной проверке подвергаются также водители дальних маршрутов. Через наш автопарк проезжает очень много водителей в количестве 150-170, иногда достигает до 200. Работа в парке идет с 4 утра. Обязательно мы всех проводим на медосвидетельствование, алкотесты. После алкотеста мы обязательно их проводим, обследуем давление. И если какое-то будет отклонение, у нас есть журналы. В автопарке работают 450 человек, в том числе целая группа мастеров. Но водители весь процесс контролируют лично. Султан Толхатов – практически аз. Он в сфере пассажирской перевозки около 40 лет. Вчера вечером на ремонт заявку подали мы, и вот сегодня я ремонтирую. Ну, завтра я выйду, Аллах даст, конечно, все нормально. Долго на ремонте мы здесь не задерживаемся. У нас здесь слесаря, запчасти, все нам дают. Ну, я работаю на 318 маршруте, Алматы 1. Утром прихожу на работу, в диспетчерскую захожу, в путевку, потом медика прохожу. Это у нас строго очень даже. Ну, потом механика. Ежегодно Каскеленский автопарк пополняется новым транспортом. В целях дальнейшего охвата населенных пунктов регулярными автобусными сообщениями руководство предприятия организовало дополнительные маршруты в соседнем Жамбулском районе и даже намерено за счет собственных средств восстановить автостанцию в селе Узнагаш. Гульназ Мустафа, Нуршан Муканов, телеканал ЖТСУ. Далее вас ждут новости экономики. Моя коллега Айраным Султан познакомит вас с ними. Добрый вечер, Айраным. Вам слово. Спасибо всем. Здравствуйте. Акция по легализации имущества продлена в Казахстане до конца года. Имущество и капитал на полтора триллиона легализовали казахстанцы с сентября 2014 года. Узаконено свыше 83 тысяч объектов недвижимости, 6 тысяч из них коммерческие. Две трети всех средств пришлись на имущества, находящиеся за пределами Казахстана. Подробно об этом и не только. Смотрите далее. Как отметил министр финансов Республики Казахстан Бахет Султанов, активнее выводить из тени имущества казахстанцы стали после внесения поправок в закон об амнистии капитала. Согласно его нормам, граждане освобождаются от административной и уголовной ответственности, а легализованное имущество и деньги не подлежат конфискации. Значительно упрощена сама процедура. Деньги, переведенные на счет в банке, освобождаются от уплаты 10-процентных сборов и могут быть использованы на любые нужды. Такую же тенденцию отмечают в нацбанке. За прошедшие полгода казахстанцы открыли дополнительно более тысячи счетов. Это в пять раз больше, чем до внесения изменений в закон об амнистии. Лидерами по количеству внесенных денег являются Алматы, Астана, Атраусская, Карагандинская, Южно-Казахстанская области. В Жамбылской области приступили к созданию химического кластера. Его образуют три крупные компании. Отечественный Казфосфат, химический парк с участием инвесторов из разных стран и российский Еврохим. Все они будут выпускать минеральные удобрения не только для казахстанских, но и для зарубежных фермеров. Проекты реализуются в рамках карты индустриализации. Крупнейший из них химический комплекс в малых городах Каратау и Жанайтаси реализует российская компания. Его строительство должно быть начато уже в сентябре этого года. Подготовительный этап уже завершен. Кроме того, компания выполнила большую часть специальных обязательств перед жителями моногородов. Построила дороги, привела в порядок жилой фонд и водопровод. Планируется, что развитие производства инвестор вложит около 1 миллиарда долларов. Будет создано более 2 тысяч постоянных рабочих мест. Производство подсолнечного масла за январь-апрель 2016 года составило 80 тысяч тонн. Из них 66% было произведено предприятиями Восточно-Казахстанской области. По пассивным площадям подсолнечника среди регионов Казахстана лидирует Восточно-Казахстанская и Павлодарская области. Совокупной долей в 65,2%. Сильное уменьшение площадей с 2010 по 2015 годы наблюдалось в Акмолинской области на 46%, в Павлодарской области на 42%. В нынешнем году в Североказахстанской области планируется реализация двух прорывных проектов по переработке маслячных культур стоимостью 23 миллиарда тенге. В Петропавловске планируется строительство завода по производству растительного масла. Данные производственные мощности казахстанских предприятий позволяют экспортировать продукцию в соседние страны Китая и Россию. Это основные события из новостей экономики на сегодня. А я вновь передаю слово своей коллеге. Продолжайте всем. Спасибо, Айганам. А мы продолжаем выпуск с событиями в мире. Целый ряд стран борется с наводнениями, передает Первый канал. В Китае эвакуированы тысячи человек. Машины ушли под воду по крышу. В горных районах селевые потоки сметают все на своем пути. На Тайване затопило аэропорт. Пика наводнения сегодня ждут в Париже. Так же, как и Ловерни, откроется и Арсе. Оба музея рядом с Сенной. Уровень воды стремительно поднимается. А в Техасе, где затоплены огромные территории, к спасательной операции привлекли военных. Но им самим понадобилась помощь. Грузовик с солдатами снесло потоком. В результате пятеро погибли, четверых ищут. Заседание ОПЕК проходит в Вене, передает Евроньюз. Первым результатом стало решение Саудовской Аравии установить потолок добычи нефти. К такому решению Эр-Рияд подтолкнуло желание наладить отношения со странами, которые стремятся к введению ограничений. Это Венесуэла, Эквадор и Алжир. Отметим, что в ожидании общего решения цены на нефть растут. Так, стоимость одного барреля марки «Брент» достигла 50 долларов и 30 центов. По словам главы ОПЕК, плохой период на рынке нефти позади. Перед началом заседания он отметил, что возможно дальнейшее улучшение ценовой политики. В Японии после недельных поисков найден живым в лесу 7-летний Ямато Тоноко, передает Евроньюз. Родители оставили его на обочине, высадив из машины за непослушание. Вернувшись через несколько минут к месту наказания, они не нашли сына. Ребенок сбежал и почти 7 дней жил в лесу. Он питался растениями, пересек горный хребет и дошел до военной базы, вблизи которой его и обнаружил солдат. Ямато провел в лесу почти неделю, при том, что в лесах Хоккайдо водятся медведи. Его исчезновение стало шоком для всей страны. На поиски были брошены около 200 солдат, пожарных и полицейских. Обзор подготовлен по материалам интернет-изданий. Жители Алматы штурмуют центры обслуживания населения Алатаусского района. Сотни людей с раннего утра выстраиваются в очереди, чтобы подать заявление на бесплатные 10 соток земли для индивидуального жилищного строительства. Об этих и других событиях в подборке новостей республики. Ажиотаж у ЦОНа наблюдается уже третий день подряд. За этот период поступило свыше 4,5 тысячи заявлений на выделение 10 соток. Как сообщило Акималатаусского района, в настоящее время в Алматы свободных территорий для выдачи земель нет. По официальным данным государственных органов республики Казахстан, в настоящее время в Алматы в очереди за бесплатными участками земли стоят свыше 112 тысяч человек. В Министерстве образования подвели итоги первого дня единого национального тестирования. ИНТ проводилось в 44 пунктах. Приняло участие в тестировании 17 934 выпускника. Четыре из них удалены за неоднократные нарушения. Их результаты аннулированы. Было иззято более 8,5 тысячи запрещенных предметов. Не преодолели пороговый уровень 50 баллов 2277 выпускника. А это около 13%. В Алматы дворники провели урок чистоты для журналистов и депутатов городского маслехата. Постричь кустарник, покрасить скамейки и детские качели, собрать мусор. Это работа дворника. Но у творческого человека круг обязанностей намного шире. Вырезать из шин фигурки или украсить двор рисунками. В общественном фонде чисто палматинских говорят, что организовали конкурс для того, чтобы мотивировать самих дворников. А горожан научить уважать их труд. Поработав кистями и метелками, депутаты и журналисты убедились, насколько трудна работа дворника. И пообещали всем напоминать, что чисто не там, где убирают, а там, где не ссорят. Новости республики подготовлены по материалам интернет-ресурсов. Чуть меньше месяца осталось до начала национального конкурса «Мириле» от пассы в Алматинской области. В этом году он проводится четвертый раз. Принять участие в проекте может каждый желающий. Главное, чтобы в семье были определенные достижения. В ежегодном состязании выразило желание поучаствовать и семья врачей Кужахметовых из Панфиловского района. Подробнее в следующем сюжете. Нурдаулет Кужахметов возвращает людям зрение. Врач-офтальмолог с 40-летним стажем в прошлом году вышел на заслуженный отпуск. Но, несмотря на это, он продолжает заниматься любимым делом и дарить людям свет. Окулист в 1977 году окончил медицинский институт в семье. Там познакомился со своей супругой. К слову, Исаулия Жаирбаева 30 лет проработала в медицине. Вместе воспитали троих детей. И сегодня в кругу своих внуков рассказывают историю семьи. Помню, в детстве я сильно заболел и попал в больницу. И уже тогда подумал, насколько сложная и благодарная профессия врача. И тогда я дал себе слово. Когда вырасту, стану, как они. В 1971 году я окончил школу в Жаркенте и поступил в медицинский. Мечта исполнилась. Мы с супругой рассказываем своим внукам разные истории, которые произошли на работе. Им очень интересно. И нас это радует. Думаем, наши внуки возьмут с нас пример. Пошел по стопам родителей старший сын Ержан Кужахметов. Он также окончил медицинский университет в семье. Приехал в родной город и продолжил деятельность семьи, помогая людям. Сегодня молодой специалист работает хирургом в медицинском центре ДАУА. Главное при выборе профессии – помощь и советы старших. А также сильное желание делится он. Очень большая ответственность. Так как мы еще работаем хирургами, я думаю, ответственность здесь очень большая. И к работе надо подходить с профессионализмом, постоянно работать над собой, самосовершенствоваться. Родители, мои врачи. Я сам врач, и хотелось бы, чтобы сын тоже был врачом. В принципе, проявляет желание. Хочет тоже стать хирургом. Общий стаж семьи в медицине – 85 лет. Они по праву являются примером для многих. Спасая жизнь людям, Кожахметовы не забывают и о семейном очаге. Каждое мероприятие дружно и весело встречают за одним дастарханом. К слову, через две недели они отпразднуют свой профессиональный праздник. И по традиции – в кругу семьи. Кроме того, намерена семейная династия принять участие в конкурсе «Мирилиотпасы», который пройдет в середине лета. Асем Кощугул, Вайдос Калеев, телеканал ЖТСУ из Панфиловского района. В Талдыкургане сегодня стартовал отборочный чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике. Его можно с уверенностью назвать судьбоносным. Именно на этом первенстве будет сформирован состав сборной Казахстана для выступления на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. За это почетное право борются все ведущие штангисты страны, включая действующих олимпийских чемпионов. Всего более 140 человек из 13 областей. О первом дне чемпионата – Лилия Штогрина. Парад открытия положил начало знаменательным республиканским стартам. Впереди у участников жаркие баталии и новые рекорды. А то, что они будут обязательно установлены, никто не сомневается. Ведь, чтобы пройти отборную Олимпиаду, нужно превзойти наилучшие мировые показатели. Напомним, по результатам двух чемпионатов мира, прошедших в предолимпийском цикле подготовки, впервые казахстанские штангисты завоевали полный комплект лицензий, что дает право представлять нашу республику на 31-х Олимпийских играх максимальным количеством спортсменов. Это 6 мужчин и 4 женщины. Однако в тяжелой атлетике лицензии не именные, поэтому борьба за место в сборную на этом чемпионате упорная и бескомпромиссная. Традиционно уже сложилось так, что чемпионат Казахстана или Спартакеады проводятся в Талдыкургане. В том числе и потому, что Алматинская область является одним из тех регионов, которая воспитывает и выдает лучших спортсменов, лучших наших чемпионов. Это является одной из основных баз. Также в Алматинской области, как вам всем известно, находится в Средней Горе база в Текеле, где у нас готовятся олимпийские чемпионы в таком закрытом режиме. В Талдыкурган съехались все сильнейшие тяжелоатлеты страны во главе с Ильей Ильиным, Зульфией Чиншанло, Светланой Подобедовой и другими героями Олимпийских игр в Лондоне. Жесткая конкуренция на турнире – одно из условий полноценного отбора. Ведь чем труднее спортсменам бороться за первенство на домашнем чемпионате, тем легче им будет покорять столицу Олимпийских игр. Здесь вот все на виду, у нас все прозрачно, все видно. Независимо от титулов, независимо от результатов прошлого года, на тренировках, вот здесь ты прояви себя, сорвешь подход, забранишь, проиграешь – твои проблемы. Все. Если ты здесь, на таком уровне горишь, тебе делать в Рио нечего. Поэтому у нас очень такая жесткая конкуренция. Практически, кто сюда попал, кто получил допуск, это люди, которые не горят и не плавятся. Уже в первый соревновательный день копилка сборной Алматинской области пополнилась тремя золотыми медалями. Их завоевали молодые и перспективные штангисты. В весовой категории до 56 килограмм среди мужчин лучшим стал Игорь Сон. Среди женщин до 48 килограммов лидировала Александра Лачкова. А в весе до 53 килограмм вне конкуренции было выступление воспитанницы Уштобинской школы тяжелой атлетики, чемпионки азиатских игр Маргариты Елисеевой. Окончательные итоги чемпионата будут подведены 7 июня. Лилия Штогрин, Жей Курманбаев, телеканал ЖТСУ. Это была последняя информация на сегодня. Оставайтесь на нашем телеканале. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова